История бокса очень богата на яркие события. И в разное время в ней были чемпионы, которые могли морально подавить соперника одним лишь авторитетом еще до того, как начинался бой. В 80-е годы прошлого столетия на сцену ворвался настоящий тяжеловес-убийца – мощный парень из Бруклина Майк Тайсон. Без сомнения, это имя хорошо известно каждому. Долгое время он считался вообще непобедимым. Ни для кого не секрет, что в 1990-е годы из-за проблем с законом, беспорядочного образа жизни и плохой дисциплины, Майк заметно потерял форму, что привело к первым поражениям. Всем боксерам однажды приходится уходить с ринга. И уже в ранние 2000-е стало ясно, что этот момент наступил и для Майка. Привет, друзья, с вами канал на связи и сегодня мы с вами посмотрим прощальный бой Майка Тайсона. После поражения в бою с Дэнни Уильямсом Майк решил испытать свою удачу и согласиться драться с малоизвестным ирландским боксером Кевином Макбрайдом. Очевидно, основной мотивацией для этого была острая потребность в деньгах, так как Майк задолжал около 40 миллионов долларов. Но сам Майк уверял, что руководствовался не деньгами. 11 июля 2005 года этот бой состоялся. Тайсон выглядел слишком мелким по сравнению с огромным Майк Брайдом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Д금 заставár п upwards... Иionoнула,yo piёум... Мат Technical Хridince, чтоб выглядел не прошло... Кевин Микрайд вообще место, зашить стабильный буйщик семья сажrage. В первых раундах Майк лидировал. Но спустя половину боя он заметно обессилел и отказался продолжать драться в седьмом раунде. После боя стало понятно, что эра железного Майки подошла к концу. Давайте начнем с вас. Вы хотели продолжать? Я бы хотел. Я мог стоять на ногах, но больше не мог драться. Хочу извиниться перед болельщиками, которые заплатили за это деньги и потеряли время. Думаю, что мне пора заканчивать. Не вижу смысла в дальнейших появлениях на ринге. Не стоит обманывать самого себя и позорить вид спорта, которому я дал много лет своей жизни. Прошло уже 12 лет с тех пор, как Майк завершил свою карьеру в боксе. И многих боксеров уже могли бы забыть. Но не Майка. Сегодня он играет в различных фильмах, у него свое так-шоу на телевидении. Давайте поблагодарим Майка за уникальные бои, свидетелями которых мы смогли стать благодаря ему. И на этой ноте, ребята, спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал на связи. Пишите также в комментариях, хотите ли вы, чтобы я продолжал выпуски о Майке Тайсоне. А также, о ком вы хотели бы, чтобы я рассказал в следующем видео. Берегите себя. Увидимся в следующих выпусках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА